Всем привет, с вами Дэвид Дагдейл и сайдернингдислав.ком Вероятно, вы смотрите это видео, потому что вы не знаете, что купить в качестве вашей первой зеркалки или в качестве замены вашей пятилетней тушки. Возможно, у вас есть и другие причины, но тем не менее, сегодня у нас в гостях Canon 50D и Canon 60D, которые не так уж ноут. Посмотрим, какая из камер сможет заменить мой старый 550. Я пользовался обеими моделями около месяца. Я снимал на них таймлапсы, вот и некоторые из них. Я снимал концерты в вечерних залах, снимал скалолазания и уже успел составить о них мнения и оценить их возможности. Первым делом отмечу, что в качестве изображения практически нет никаких отличий. Я внимательно разглядывал кадры, кадрировал их, повышал ISO, все что угодно, почти никакой разницы, кроме некоторых моментов, о которых мы поговорим позже. Эти камеры практически идентичны по качеству изображения. Давайте поговорим о других сходствах и различиях. Цена у них почти одинаковая, и различается всего на 10 долларов на момент этого обзора. У обоих камер стоит 18-мегапиксельная APS-C матрица. Поворотные вращающиеся дисплеи, обе поддерживают только формат SD-карточек, снимаются скоростью примерно 5 кадров в секунду. И вы спросите, в чем же разница? T4i имеет сенсорный дисплей, T4i есть автофокус видео по нажатию на экран, T5i умеет писать непрерывный видеофайл, разбиваемый по 30 минут, T6i есть колесо навигации, T6i имеет пресеты для баланса белого, T6i меньше шаг в регулировке ISO. Аккумуляторы у них различные. Выходы HDMI тоже. T6i имеет LCD дисплей наверху, T6i больше рукоятка. T6i имеет на борту процессор D-Jig 5, а T6i имеет только 4-й. T6i есть стереомикрофон, в отличие от T6i. T6i в качестве оптической системы пентапризма, а вот T6i лишь пентозеркало. Минимальная выдержка на T6i 1 к 8000. На T6i на T6i же 1 к 4000. T6i имеет электронный уровень. Корпус T6i изготовлен из поликарбонатного полимера со стекловолокном, а в основе T6i лежит стальная рама, а внешние детали изготовлены из поликарбоната со стекловолокном. T6i в слоте под SD-карту пружина вместо защёлки. У T6i на колесе прокрутки установлена вот такая система блокировки. Подводя итог, самое главное нововведение T6i – это тачскрин, и T6i же имеет автофокус во время видеозаписи. Перед тем, как перейти к сравнению технических параметров этих фотоаппаратов, хочу поверить вам о запуске новой серии моих видео «Учимся снимать с T6i», которые в общей службе составляют 2 часа. В 2008 году я купил себе первую профессиональную зеркалку от Canon. До этого у меня было много других камер. Это Canon 5D Mark II. Я был рад её безукоризненной работе, и наизрая потратил деньги. Затем я купил себе 7D, и снова был раповым функциям и отличием. Наконец-то вышел 550D, но я был так счастлив, при её весе у неё такая же матрица и процессор, как в 7D, такое же качество видео, и она стоила в разы дешевле. Затем вышел 60D в 2010 году, 600D в 2011, наконец, этим летом 2019 года, вышел 650D, однако у него осталась такая же APS-C матрица, прямо как у 7D в 2009 году. Как я уже говорил, сравнивать матрицы глупо, но в новой камере стоят новая матрица и новый процессор. В нём появились такие функции, как прямое сохранение в RAW, в обход фильтрации через сам процессор. Резкость, контраст, насыщенность, световой тон, баланс белого, RGB с двиг, оптимизация освещения, коррекция, аберрации, приоритет света. Если мы сравним изображения с обоих камер в формате RAW при ISO 800 на одинаковом разрешении, именуя обработку процессором, между ними нет практически никакой разницы. Можно сделать вывод, что матрица в камерах одна и та же, разве что создаётся ощущение, что в кадре, снятом на 650D, есть некий сглаживающий слой, хотя, видимо, это из-за другой системы автофокуса, Movie Mode. Теперь сравним снимки в JPEG, которые обрабатывали с процессором при значении ISO 1600. Фотографии из 650D получились чуть менее шумные, хотя это почти незаметно. Выставив ISO в 3200, в 60D получилась более мягкая фотография, но опять же, это не играет большую роль. Задрав ISO в 63400, мы не видим тут сдвига цветов и других артефактов. Шумность тоже на одном уровне. Причувствую. Сейчас будут комментарии про «Дэйв, Дэйв, я не вижу разницы». Вы знаете, когда я смотрю на снимки, я смотрю сначала на один, потом на другой, и снова. Я трачу 30 секунд, чтобы найти ощутимые различия, но я не вижу их. Я даже иногда путался, какой снимок был с какого фотоаппарата. Как по мне, различия просто минимальны. Их еще нужно разглядеть, изрядно потратив время. Разница, например, это когда вы сравниваете видео с Nikon D800 и Canon 5D Mark III, и сразу видно, как Nikon делает конкурента. Посмотрите на диапазон освещения, вы можете четко разглядеть любую тень. Вот это разница. Давайте поговорим о таком дефекте, как запаздывание изображения. Новый процессор DGIC 5 намного быстрее предшественника DGIC 4. Он дает вам меньше шума на фотографиях, и очевидно, что он быстрее обрабатывает видео. Теперь изображение запаздывает немного меньше, но опять же, эту разницу нужно еще увидеть. Но опять же, я не вижу так много разницы. Не забудем и про сенсорный экран 650D. Это отличная штука. Когда я только начинал снимать на него, я просто сидел и нажимал на экран, и это было здорово. Вы можете попасть в любое меню быстрее, чем кнопка. И когда я сидел с 60D, мне уже было непривычно управлять фотоаппаратом с помощью кнопок, поэтому я считаю, что это отличное нововведение. К сожалению, дисплей на 650-м не покрыт антимаркиным покрытием, и теперь, когда экран служит основным средством управления, это решение выглядит странно. А посмотрите, как теперь просто управляться с фотоаппаратом. Я могу попасть из одной части меню в другую, одним прикосновением. Это намного быстрее, чем кнопки. Также, вводить информацию теперь гораздо удобнее. Теперь обсудим системы автофокусировки на обоих моделях. Я верил, что DGIC 5 способствует более быстрой фокусировке. Но опять, никакой разницы. Из новых режимов, обычная и мультифокусировка при нажатии на экран. Конечно, старая фокусировка на лицах работает так же быстро, и хорошо. А вот про новую систему так не скажешь. Вы теперь можете нажать на дисплей, и камера сфокусируется именно в этом месте, и это классно. Но опять же, когда вам нужно что-то быстро отснять, этот режим сразу теряет свою привлекательность. Кстати, поговорим о детекторе лиц. Теперь он работает сразу во время записи видео, и это тоже круто. Смотрите, на примере я появляюсь здесь, и если я двигаюсь в кадре, вы можете увидеть, что фокусировка следит за моим положением в этом кадре. Но опять же, из-за своей медлительности, этот режим идеальным не назовешь. Конечно, определенную роль играет мой медленный 40-мм объектив, и какой-нибудь 80-35 мм будет фокусироваться быстрее. Тем не менее, это все равно слишком медленно. Еще я был поражен отсутствием в новой камере режима быстрой фокусировки. Любая другая модель, 5D, 7D, 60D, 600D, 550D, у всех есть эта функция. Может быть, по мнению производителя, их должны заменить другие режимы. Но, ребят, мне не хватает этого режима. Хотелось бы, чтобы он был в этом фотоаппарате. В этом плане я выбираю 60-е, ведь часто бывают такие ситуации, когда вы не можете смотреть на дисплей, например, когда солнце слепит его сзади, тогда вы выбираете режим быстрой фокусировки. и бум, вы уже сфокусировались на объекте. Не знаю, почему эту функцию брали, ведь она просто отличная и очень полезная в таких ситуациях. И мне очень не хватает ее в 650-е. Если вам понравился наш перевод, подписывайтесь на канал.